Депутат Ни в детских мечтах, ни на пике работы в правительстве Якутии Галина Данчикова не предполагала, что наступит день, и она войдет в Государственную Думу, где принимаются важные решения, по которым живет страна. Не как посетитель, приехавший в командировку издалека, а как народный избранник, которому выразили доверие земляки. Свою работу я выставила следующим образом. Она была обговорена уже на начальном этапе, когда я шла в Государственную Думу, что мы будем работать консолидировано. Это, конечно, согласовывает все позиции глава республики, правительства республики, министерства, ведомства, постоянное представительство, законодательное собрание Эльтумен. И я считаю, что эту работу, эту задачу мы решили. И вот в рамках объявленного главой республики года консолидации мы смогли сконсолидировать усилия всех законодательной власти, исполнительной власти, для того, чтобы на федеральном уровне принимались законы, которые касаются жизни людей и жизни жителей нашей республики. Они учитывали те особенности. Судьба человека непредсказуема. Она как река жизни, неизвестно когда и куда повернет. Свою дорогу депутат от Якутии Галина Данчикова проложила из сибирского села Хайрюзовка, где она родилась, затем арктического поселка Егэхая, Верхоянского района, где выросла и окончила школу, и венгейского села Оленёк, который помнит и бесконечно любит. Отсюда рядовой инспектор Райфина Дела начала путь во власть, о которой не имела никакого представления. Учились мы в школе в Эгэхая, и родители нас отправляли жить в интернат на неделю. В нашей семье трое детей. И дети, живя в интернате, приходили домой к родителям пешком 18 километров, минус 50, минус 40 градусов. Мы вообще дети своей мамы, учителя, который держал нас в очень таких жестких рамках. А в летние каникулы мы всегда работали. По большому счёту, у нас никогда летом не было возможности особо отдохнуть. Я, например, работала в детском садике, мыла посуду. Иногда я работала летом дояркой, потому что там неплохо платили. Вот так проходило моё детство. Ну, конечно, как и все дети, мы шалили. Посмотришь на жизнь человека, послушаешь его, и становится ясно, что всё в ней закономерно. Вот там была комнатка 13 квадатов, мы там жили четверо. Здесь семья жила, женщина с ребёнком. И в одной, вот, в нашей квартире здесь комнаты не видно, наша комната выходила во двор. Я жила в Аркции. Там дальше есть был зал седаний. Ну, надо же, сохранили так здание, да? И стоит ещё это. Премьерами не рождаются. Ими становятся. В истории Крайнего Севера и Дальнего Востока Якутия остаётся единственным субъектом Российской Федерации, где правительство региона доверили возглавить женщине. По образованию финансисту, экономисту, юристу. По характеру, жёсткому, системному, максимально организованному руководителю, влюблённому в Северный край. По оценкам сильной и слабой половины человечества, красивой и обаятельной женщины. Почему именно Галине Данчиковой? Размышлять об этом можно долго. Но если вспомнить, какой пройден путь и накоплен опыт, когда она работала в команде трёх президентов Якутии – Михаила Николаева, Вячеслава Штырова, Егора Борисова, добиваясь финансирования на федеральном уровне, когда восстанавливали Ленск, строили от Беркакита до Тамота и Нижнего Бестяха железную дорогу, запускали в эксплуатацию алмазоносные и угольные месторождения, стабилизировали работу промышленных предприятий в условиях кризиса, возводили в столице ГРЭС-2, перинатальный центр, создавали на собственные средства республики единственный на Дальнем Востоке детский туперкулёзный санаторий, реконструировали аэропорт Якутск, модернизировали дорожную сеть в столице по инициативе Айсена Николаева, сегодня главы республики Саха-Якутия, реализовывали другие стратегически важные инвестиционные проекты, сделанный выбор становится понятен. Знакомы мы с ней по совместной работе, когда она работала в республике Саха-Якутия, она занимала очень ответственные должности, для женщины это очень интересно, и, мягко говоря, не каждой женщине удается сделать такую карьеру, поскольку это говорит о её знаниях, о её мудрости, и о её опыте, и прежде всего, наверное, я скажу об уважении к своей родине, к Якутии, и к людям, которые там живут. Галина Иннокентьевна всегда не просто защищала, она отстаивала всегда интересы своей республики Саха-Якутия, и её мнение, оно всегда было знаковым, она была как один из ведущих экспертов Российской Федерации, коей она является и сейчас. Не каждая женщина возьмёт на себя колоссальную ответственность. В первую очередь за жизнеобеспечение населения, завоз генеральных грузов, развитие экономики, создание ключевых элементов для масштабного инвестиционного развития энергетической и транспортной инфраструктуры, составляющих основу жизни на Крайнем Севере. Экономика любой территории начинает развиваться, когда создана инфраструктура, и в первую очередь, конечно, транспортная инфраструктура. На самом деле это долгожданно для республики. Будет сегодня в режим постоянной эксплуатации введено и постоянное пассажирское движение и грузовое движение, которое уже идёт. Конечно, это многое решает в республике и даёт большие возможности с точки зрения развития экономики, с точки зрения социальных вопросов. Это связано с теми же вопросами завоза, товаров, продукции. Если прибавить к этому первоочередные задачи по строительству жилья, школ, детских садов, других социальных объектов в республике, где надо уделять особое внимание арктическим районам, то степень ответственности, напряжённости в работе, требующей результативности председателя правительства Якутии, просто зашкаливает. Галина Иннокентина, она уникальный человек. И прежде всего, меня поражает, знаете, это можно назвать словом «преданность». Вот именно преданность своей такой вот малой родине, людям, которые живут в Якутии, и вот делу. То есть преданность тому, чтобы решить те проблемы, которые ставят люди на местах. Она прекрасно знает все эти проблемы, она прекрасно знает людей. Все знают её. И поэтому она вот для меня, во всяком случае, является как раз воплощением такого вот очень преданного и квалифицированного человека, такого депутата, который действительно реально представляет интересы тех людей, которые живут на территории. Когда встал вопрос, кто будет представлять Якутию от партии «Единая Россия» в Государственной Думе, а затем и в ключевом комитете по бюджету и налогам, выбор снова пал на неё. «Если говорить о законах, над которыми сейчас я работаю, и поправки. Я участвую в подготовке поправок практически по тем законам, если касается республики, чтобы эти особенности были учтены. Это вот сертификаты по выезжающим из районов Крайнего Севера. Особенно хочу обратить внимание, это пенсионеры-инвалиды над этим работаем. Это вопросы, связанные с регулированием сбора мамонтовых бивней. Сейчас мы уже находимся на завершающей стадии внесения законопроекта. Это вопрос касается выплат по стихийным бедствиям. Над этим мы работаем. Огромная работа была проведена, достаточно серьёзная, по тем льготам, которые сегодня обвели форму закона». Сказав, придя в Думу, что эффективность взаимодействия законодательных, Государственной Думы и Государственное Собрание Илтумен, исполнительных органов власти, правительства России и правительства Якутии заметно повысится, Галина Данчикова нисколько не преувеличивала. «Работали над законом по рыболовству любительскому. И сейчас вот у нас такие два закона идут, региональные институционные проекты. Конечно, не остались мы в стороне и работали. Когда президентам России было дано поучение изменить программу по развитию сельских территорий, самые активно принимали участие и законодательное собрание, и Литумен и правительство республики. И, конечно, здесь мы и свою липу в эту программу тоже внесли». Три года депутат Государственной Думы Российской Федерации Галина Данчикова живёт в двухчасовых измерениях. Её рабочий день начинается в Москве около шести утра и заканчивается во столько же по якутскому времени. «Я её прекрасно знал. Всё-таки человек был председателем правительства такого региона, как Якутия, поэтому мы заочно и даже на каких-то свещаниях встречались, были знакомы. А вот познакомиться лично удалось уже только на первом заседании комитета. Она меня достала. Достала своими вопросами. А вот почему вот в Якутии вот этого нет, а почему, а вот как другие регионы, она меня достала». Регламент депутатской деятельности жёсткий. Три напряжённых недели законодатели работают в Думе и одну обязательно в регионе. И так 12 месяцев в году. Арина Акинтьевна – человек, который умеет правильно формулировать задачу. Вот в этом плане, в этом плане, как председатель комитета по бюджету, для меня, знаете, Данчиков и золотой фонд комитета. Это человек, на которого можно в любом вопросе опереться. Там не будет каких-то внешних эффектов, там не будет погони за популизмом, там не будет бессмысленных обещаний, чем у нас очень многие грешат. Знаете как, понравится же избирателям легко. Вы все классные, я вам всё дам, что хотите, то и будет. А вот ответственность, понимание проблем, глубина таких людей единицы. Вот Данчикова относится к таким людям. Если прикинуть, сколько Галина Данчикова налетала за три года только из Москвы в Якутск и обратно, то налёт часов у неё составляет, как у опытного пилота, более 500. А если прибавить к этому и полёты по республике в региональную неделю, когда Галина Иннокентьевна встречается с избирателями, профессиональными сообществами, экспертами, проводит приёмы граждан, а за этот период народный избранник побывала в 25 улусах, 33 населённых пунктах, то время в пути, учитывая наше расстояние, многократно возрастает. Если подвести итог такой общей моей работы в Государственной Думе, не касаясь сессий, я считаю, что я смогла всё-таки выставить такую консолидированную работу всех уровней и постоянную связь. Потому что я очень много работаю с населением республики, не только по обращениям наших жителей, но достаточно серьёзно работаю, когда приезжаю в республику. Я приезжаю каждый месяц, это региональная неделя, на приёме граждан очень много вопросов поднимается. Какие-то вопросы мы решаем, какие-то вопросы требуют более длительного решения. У нас есть такие инструменты, наверное, можно сказать. Мы обращаемся в органы исполнительной власти, в министерства, федеральные, региональные, прокуратуру. И, конечно, по многим вопросам мы решаем положительно. Вот так, три года назад, Большой дом на Охотном Ряду, вобравший в себя более вековую историю парламентаризма в России, стал главной точкой, где пересекаются все дороги нашей необъятной Родины. Государственной Думе повезло. И мы встретились с ней в таком, вот уже в предполагаемом новом качестве, до выборов у президента Российской Федерации. Это было в сентябре, накануне как раз выборной кампании. И мы встретились уже как два единомышленника, которые договорились о том, что мы будем работать в паре по всем направлениям, которые касаются Севера Российской Федерации, которые касаются в том числе отстаивания интересов Арктической зоны и введения в состав Арктической зоны дополнительных улусов Республики Саха-Якутия. Повезло Государственной Думе и в том, что Галина Иннокентьевна, она работает в Комитете по бюджету, и она очень хорошо знает все тонкости работы, связанной с межбюджетными отношениями, с субсидиями и субвенциями. Она очень часто докладывает решения Комитета на пленарных заседаниях Государственной Думы. Но ее работа не ограничивается только рамками бюджетного комитета, поскольку, зная вообще всю проблематику вот этой сферы государственного управления, подготовки и принятия государственных решений, Галина Иннокентьевна всегда еще в период, когда вносятся только проекты законов, она их тщательно отслеживает, она высказывает свою точку зрения, и ее точка зрения, она очень важна для моих коллег. Жизнь героини фильма, в которой все действительно закономерно, убедительно доказывает, что без постоянного труда, приносящего пользу Отечеству, высочайшей ответственности за Россию, родную республику, земляков, детей и внуков, депутат Государственной Думы не может быть депутатом. Как не может быть сильного государства без сильной армии, семьи без большой и крепкой любви, а российского парламентаризма без таких профессионалов, как Галина Данчикова.